Блины у Елизаветы Артемьевны, как у любой хозяйки, с секретом. Чуть больше сахара, чем предусмотрено в рецептах. Что повкуснее, и это почти жизненный девиз. Вся трудовая деятельность в советском общепите. Но у плиты только дома, на службе, руководила целым комбинатом общественного питания Ленинского района. Что ели видновчане в период, когда город только зарождался, помнят наизусть до сих пор. Кормили даже тогда, когда кушать было нечего. Были такие моменты, что не было из чего приготовить. Но потом, когда мы немножечко наладились, у нас столовая коксогазового завода была на московском снабжении. И, понятно, мы, так сказать, распределяли, старались каждому, чтобы было что-то, и мясо, чтобы было, и сосиски, там все такое. Порядка двух десятков объектов. От заводской или школьной столовой до хлебосольного музея Горки Ленинские и главного ресторана города. Помимо этого, встречала наша героиня, что называется, с караваем и многочисленные делегации, съезды, фестивали, олимпиады, где всегда обед по расписанию. Было иностранных делегаций. Ехали в кафетерий туда, в музей, кормили даже в лесу. Выезжали, накрывали на три хрусталя столы, значит, все с белыми скатертями там. Это три хрусталя, это, значит, шампанское, вино и водка. Три рюмки стояло, значит, по росту. Елизавета Кабанова в Видном без малого 55 лет. Родилась в Кашире, видновчанкой стала благодаря мужу. Уже жила тут, когда окончила Плехановский институт. Здесь родила дочь, дождалась внучку. Улыбается. Вторая родина моя. Почти вся жизнь в любимом городе, на любимой работе. Патриоты были своего города. Мы не считались там, вот нам нужно заплатить или что-то. Нет. Вот нужно выездной буфет, ездили куда угодно. Ночью даже ночевали там. С собой брали такие вот матрасики и ночевали там для того, чтобы с утра можно было выставить все, что мы привезли, чтобы людей накормить, обслужить. Историю семьи перелистывать и сопоставлять с историей города легко. У супруга Елизаветы Артемьевны было модное по тем временам увлечение – фотография. Снимал много, плодотворно и не только членов семьи. После себя Анатолий Филиппович оставил большое наследие. Сегодня его бережно хранит вдова и дочь. Некоторые снимки из личного архива семьи Кабановых принимают участие в конкурсе нашей телекомпании «Старый город. Новый город». Татьяна Кременецкая, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Татьяна Кременецкая, Алексей Иванов, Елена 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 Кременецкая, Алексей Иванова, 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 Е